я вам высылал маршрутку и правила все получили же там сказано в правилах я правила эти не выдумываю они выработаны жизнью вот вы приехали допустим один день за один день вы сколько нового увидели и в храме и такой порядок чтобы просто этого нету не жарко я сказал сейчас перенести телефон и у нас написано там в уставе лагеря я 45 лет его директор 45 лет без помощи государства надо только вообразить себя должен как набирать людей что взять с собой кормить купать ягоды собираем что было интересно день один проведи забери сейчас вот пойди куда а а тут еще советская власть нас гнобила в виллах просто и надо было устоять один год я был и вернулся три уголовные дела против меня было уголовное дело я их повернул в обратном направлении все ну не я господь сделал то им пришлось по телевидению ставить опровержение редакции закрыли и заплатить штраф это вопрос очень серьезный поэтому у нас там говорится домашние животных с собой не привозить у нас есть животные все дальше второе телефоны все сдается до время отъезда здесь у нас есть куда спрятать и после этого отдаем деньги какие есть деньги тоже сдать под расписку что есть чтобы не было а у нас было чтобы теряться начали деньги а мы не смотрели кого у нас были евреи цыгане казахи то есть многонациональный лагерь был и каждый по разуму ведет себя мне нужно было найти такой метод я составитель этого устава чтобы обезопасить все и детям было не тяжко значит когда бой когда подъем это все абсолютно обговоренном уставе сейчас главный вопрос говорим два вопроса первого сколько ложится ложится это мертвая тишина не так что легли спать а я не хочу спать на улицу палочку в руку отелься покрепшими положено два часа стоять а два часа много мы делим на четыре части по полчаса дежурный у нас все это описано как все как бабка это шептала по-другому никак нельзя а почему тут приезжают люди при этом приехала директор кэстонского института из великобритании профессор ксения дэнни она услышала где-то про нас и приехала ей дали сопроводительно сам танкина а а танкина это неподзаконной организации и там все стали разбирать так подождите они спрашивают а откуда вы в это взяли у нас нельзя там плакать недовольный маленький тут так уже распыщено то бы этого не было я это беру из японии называется культ канзио никогда не жаловайся что тебе больно трудно мы доделаем испытанием а я вставать не хочу холодная вода рядом кружка и на ногах не стоит никуда не денется я не пересмотрел сколько что кто привез надо сегодня это будет сделать тот же порядок что у вас с собой взято с собой на каждую какая твоя одежда это все надо переписать и у нас все это остается когда будете уезжать еще же не попадет опять пересчет из рук руки как таков руки отдали человека на улице уже за дан заходить не может чтобы случайно не было передачи ну то есть хозяин ты хозяин должен быть и поэтому ты отвечаешь за всех вот возьми вздумали соревнования делать я покупаю в Сиангозер Карелия отправили а дорога захватила восемь трупов представьте родители отдали детей вот погрузи себе так что дальше то а почему безголовшина а у нас у нас купаются на лодках плавает каждое воскресенье это сейчас пришли рот не надо так раздирать смотрите не надо заставить потом такой страшный рот будет эти правила помогли нам выжить ни год ни два повторяюсь 45 лет при враждебном отношении советской власти и местных органов они приезжают заодно в девяносто восьмом году у нас было здесь 15 комиссий краевых мы не успевали ворота открывать и как детям написали какие лозунги они стоят на крыше там лагеря посмотрите написано коммунисты и людоеды руки проще от лагеря стану представьте себе в то время когда коммунисты власти были то там александра невского что не в силе а в правде все это надо было все обдумать не за грань зайти никак а они оккупировали нас и пожарники из кгб даже не знаю какой организации только не было ставьте громад вот здесь высокая деревья все написано у нас сделайте так и привязывается у вас столы из не строганных досок а у нас столы простроганные вот такие вот закрыты хорошей клеенкой опровергайте через суд но они не знали чем это кончится а кончится тем что опубликует самая главная газета она называется российская газета учредитель правительства российской федерации это не игрушка и там со снимками поместили наши материалы и назвали против нас шабаш нечистой силы тут комиссия краевая фотографии кто делал отсылал это все подняли на ноги но имя уже никто не был прислали сюда близкого мне человека яков нахманович шофер еврей а он заместитель губернатора он мне операцию когда-то делал уместно такой профессор мы все эти вопросы то когда сложили то у них ничего нет кроме ненависти и наши правила все проверяли вот допустим имя спать а она выспала днем то на постели не лазить сразу скажу вот сейчас они там на постели днем на постели не заходить для вас это как священное место только для спанья где-то здесь есть где играть тут вот на улице вот здесь на траве можете мячиком играть там что-то такое на дорогу не выскать только надо хорошо обдумать и делать все с разрешением старший по этой территории владимир александрович пащенко старшего здесь вот сестра лариса будет у нас народу много больше и поэтому тут еще помощники будут стоять я вам рассказываю будьте внимательны значит взрослые телефоны свои подумайте нужны они вам или нет если нужны будете значит вам дадут вы возьмете телефон и все никаких звонков не делать это наши правила но как я хочу правила я привела правила и больше ничего мне не надо доказывать не нравится значит характери мне сошлись нам помогло это выставить труднейшие обстановки а президента указания проверить лагеря а проверить как закрыл и все и монасты ничего не могли сделать дежурила полиция день и ночь им нужны были дети а ребенка спросить где адрес какой адрес они по адресу кровавая прокуратура и теперь сказать что у меня дети там мальчики с девочками и труд задуманные планы господь разбил все две люди а то сегодня говорим так а тогда было вот один там пишет статью наконец-то лапки не прихлопнули как будто таракана какого где-то я приезжаю спрашивают статья это то молчат говорят лучший журналист делает а это статьи его узнать сам и все я говорю требует сатисфакции то есть опровержение и удовлетворение что вы сделали он никак проходит три дня находит мертвого это начался то а которые выступили по телевидению не а нас с работы сняли на лестничной площадке программа была закрыли меня кровавой прокуратуре говорят это что за разгром такой там просто в древеске все я здесь посыльных нету вы молимся вы делаете злое дело и господь прекращает а поэтому дети которые родители ушли они кое-кого нашли ни один не согласился писать против меня ни один и все лопнула рассеялась и поэтому я говорю сейчас на телефоне испанья телефон и все сдать кто против ты скажешь а мне нужны да и о вас вещи нет они ваши дети значит телефона сдать детский и в любой момент когда потребуется и говорит присутствие старшего никак почему а мы на этом обожрелись они статью на меня писали а написали такое ну там первый секретарь железнодорожного райкома партии кпрф там такие единицы там союз прописаров ммср еврейская организация все против меня там сила была непобедимая бог все разметал как будто никогда и не было вот как бог делает а что дальше делать подчиниться наш устав оказался непревзойденным обдуманным а зачем тебе телефон муж был что нужно он приедет а позвонит я позвонит а старшего сразу нет телефон дал телефон поговорили ну и вот когда написали статью то один за сыном приезжает как же тут быть а тут банда какая-то а когда вывел сына то я отдал он только выехал стал разговаривать саша как тут все в районе еще не было этого мы купаемся когда по мальчики первые за ними девочки но вечером у них волосы то длиннее и чтобы они просохли тогда голосует кому первым выдать выступить и девчатам смотрите какие они красавицы и надо просушить косы то есть все на чувстве любви и поэтому статья после появилась какая за рубежом перепечатали здесь главный двигатель лагеря тире с большую букву любовь понятно то есть в этой строгости они увидели любовь а почему это так обстоит дело а он когда сын то сказал что ничего не было к вас там это не да не было ничего он тогда разворачивается сюда я вы все лагерях вот закрыты если вы поверили то это язва будет точить вас вы верите ким но идите с ними разговаривайте вы мне дали я за детей несу не просто моральную я уголовную ответственность несу за детей почему мне доверили родители расписались я принял дальше список что у них с собой есть ни день ни два 45 лет это больше пол жизни и притом ни рубля я не получаю нигде ни за что нигде вот сколько я только в одном университете вел занятие в барнауле 18 лет ни рубля какие передачи по радио еще в 13 школах вел занятие все это бесплатно то есть ко мне они подъехать не могут из какой стороны но я держать должен это строго вы меня слышите значит ложиться во сколько я вам сейчас дам цифры а не так что в 10 а мы выспались днем не спать дети которые меньше с ними это за после еды два часа чтобы не спали иначе желудок будет набирать болезни я все это могу рассказать поужинами во сколько ужин после ужина что прошло не меньше двух часов до сна я советую вам избрать 9 часов больше не хватайте пока дальше будет видно легли полная абсолютная тишина а он разговаривает ребенок поднимать всех если они скрывают друг друга у меня тоже дежурное проходит слышно разговаривает в келье открыть открыли кто разговаривал они такие патриоты никого не выдает всех одевать из крепче выметают на улицу и теперь два часа я разделяю на четыре по полчаса четыре дня и они дети понимают что стоят я палочку в руки как только утихло все я их забираю с собой и ухожу рассказываю о птицах о звездах они до того мыши нарушать будут чтобы только их тоже провели я с ними там провожу вечер как качается пшеница какая птица кричит почему они в городе да ничего этого не знают а я вырос здесь понимаешь вот как но опять же ни один не будет это делать один мне сказал если я буду так делать так меня посадят где-то вот в этом весь вся суть у меня физическое наказание я много говорю на родителями а какое два варианта так все это правильно хорошо девочка когда так вот так не надо не видеть научить и стыдливости и вот с ребятишками когда занимаемся и они это а дети быстро понимают вот одна такая пошла а ей нравится как бумажки падают и сколько было там чистых бумажек в туалете она все туда спустила ну что ты будешь делать я тогда всех собираю беру газета большая алтайская правда пополам сколько два места переворачиваю 4 еще раз 8 еще раз 16 еще раз 32 32 еще 64 все теперь режу а тут вышка на вышку лазишь кто там светлана и кидай а там крапиву ветер дует сколько ты а сколько а перед обедом ты должна все их собрать тебе нравится кидать кидать ничего не будешь здесь будешь а потом собери и сколько будет не хватать столько раз вокруг лагеря будешь бежать а в туалет больше не будешь ходить тебя девочки с лопатами будет вон в стены стоят там брошены теляки и так тебе отдельный туалет сделать а то с ребенком нечаяния все сделать а работать надо и работать надо с прицелом на будущее значит по телефону как это сделать Владимир Александрович чтобы тебе туда никто не заходил телефоном доступ только через него а вы скажете на мне сейчас нужно позвонить подойдешь скажешь ребенку на руки доберется прядь отходит тогда да если у детей на руках есть деньги да копейки сдать нет у детей ничего нету вам когда нужно будет скажите им они так что думали а дети подскочили детям телефон не давать ни слова а телефон у нас когда нужно будет позвонить я буду здесь я завтра уезжаю и тут же возвращаюсь скажете а родитель хочет услышать голос ребенка пожалуйста во время обеда а я не буду знать не вы али и в этом присутствии взрослых она будет говорить они что попало говорят а одна пишет письмо и баба а здесь так хорошо солнце хорошее да а дядя у нас он старый но он на велике гоняет это все она написала и дети но как по разному а другая пишет здесь так скучно солнце плохое воздух плохой солнце плохой да вообще две одинаковые и здесь же вагере в одних условиях живут но результат разный да мало того мы письма эти просчитываем на костре пятницу костер будет а девочка она то ли не слышала она плоховато но она такое блестящее письмо написала сколько красок туда напустила баба да вот здесь такое да такие восходы да на что все это а как мои ребята закрутились а то же такое а никто не думал что она и сразу винтом пошло то есть подход к конкретном случае значит решите во сколько делать отбой после отбоя полная тишина ни разговора ни одного слова друг с другом дежурный мне сразу скажет чтобы не было так на один день а завтра будете обижаться это для вас я в других условиях нахожусь у меня сейчас задача вот насыпить брата чтобы поехали завтра в силе такой да с тобой переговорили о собаке все время помню я тебе полностью передаю ее сколько ему она будет давать а то может ты сам будешь и как-то с кошками Володя посмотрит потому что рано утром мы уезжаем и сразу встречаем в аэропорт а потом сразу должны там договориться какие продукты нам пришли которые у нас лишние мы здесь создаем значит на 9 часов вам как 7 ужин в 9 отбой так вопросы у кого я в основном-то разговариваю такие малыши и вы им другие которые приедут вы им другие перескажите ты скажешь я детей уложила сама мне надо тут что-то делать вот договаривайтесь без Волисы сестра Волисы ничего не делать она старшая ты скажешь я могу вот в это время в дочке порвалась починять надо сиди и починять вставать в утром все вместе у вас еще этого нет и сегодня воскресенье завтра будет ко мне приходите туда заходить там написано как отмахиваться от комаров веником и дальше там она скажет я хочу спать там она должна быть там если положить и все ой-ка а потом уже домой так вы говорите с чем не согласна совсем все согласна ну вы ходите молитесь какая тягость то но когда строго вы знаете как она саду ребятишек взяла принесла а они даже не просыпаются и все встал отнесли обратно домой почему он на другом уровне слышит это и на нем отражается так так проверьте свои телефон это у меня Игнатий Тихонович так что что ты говоришь телефоны телефоны ее несколько телефонов нет так это сдать сдать здесь они у вас будут брать их я свой оставлю а свой оставлю оставить с условием что не будете звонить без разрешения я не буду пожалуйста уберите а эти сдайте ни разу нигде не звоните пока находитесь здесь а когда нужно будет вот я пришел в обед и вы спросите разрешение не унизительное так а эти отдайте их под расписку Владимир Александрович напишет расписка деньги не деньги это стоит так согласна все отдельно теперь нигде не звонить потому что мы не можем отдельно кому-то давать работы одинаково у всех оставляешь и не сдаешь телефон да когда вам звонят вы можете им сказать свой а чтобы сами звонили звонить не надо никому не надо ну вот как у тебя есть так и держи есть вот так все положено и все я одинаково условия создаю всем сейчас мы будем обедать по милостям все так за стол без рукавов не садись все а деньги как приличные все надписи и рисунки кроме растительности горячо горячо так убери у нас пойдем а если ты не смазываешь надо куда-то убрать тебе мед дайте смазать мед дайте смазать мед а это с картошкой и с капустой пироги